Добрый день! Сегодня мы продолжим разговор о дислокациях и затронем такие моменты, как и образование, происхождение и размножение. Ну, сначала мы, согласно плану нашей лекции, спорим, что такое вообще дислокация и основное свойство. Затем вкратце рассмотрим 6 основных теорий, которые существуют на сегодняшний день и образованные дислокации. И в заключении рассмотрим действия источника франковиды, как основная, двое существующая теория образования дислокации, которые существуют на сегодняшний день. Ну, напоминаю вам, что дислокация это стабильное, длинное несовершенство, которое имеет в двух измерениях разместные измерения с фирменом атомной решетки, кристаллической решетки, а в любом с объемом кристалла, то есть похоже на лень, отсюда и признание. И в отличие от нестабильных длинных дефектов, дислокация является стабильным дефектом. Основной характеристикой дислокации является вектор Бергерса, его мощность и ориентация по отношению к линии дислокации. В зависимости от взаимной ориентации вектор Бергерса или вектор Бергерса и линии дислокации, различая краевую дислокацию, как мы видим здесь, взаимное расположение будет популярное, или если линия дислокации вектор Бергерса или вектор Бергерса будет параллельно друг к другу, то такая дислокация называется винтовая. Это два основных вида дислокации, также я напоминаю, что могут быть смешаны дислокации, то есть когда участки дислокации проезжают сюда либо как крыльба, либо винтовая, либо вообще расположенная произвольно подвешение к линии дислокации, также существуют другие, более сложные виды дислокации, о которых мы говорили, но сейчас, когда мы будем говорить о происхождении дислокации, то речь идет именно об, так сказать, альбоматорах, об основных дислокациях, это либо краевая, либо рецептинговая. Ну, вспомним основные свойства дислокации, значит, как я уже говорила, они могут быть краевые или металлургии смешанные. Второе важное свойство дислокации может оборваться внутри кристалла, она либо выходит на поверхность кристалла, либо замыкается сама у себя в городу дислокационную кристаллу. Дислокации могут двигаться по объему крупных кристаллов, как с переползанием массы, это дефлюзионный механизм, его называют клинбом или переползанием, так и без пененоса массы. Ну, обычно клинб имеет место только при помощнике. Дислокации могут взаимодействовать друг к другу, мы их другими не имеем эффекты, обратили новые типы дислокаций, ну, в частности, мы с вами рассмотрели дислокации лоба-катрелла, вершинную и двенекующую дислокацию. Значит, первая теория, что прорастание дислокации в кристалл, образуется дислокация в этом случае. Зарождение кристалла происходит на подложке, на которую уже заведомо выходят винтовые дислокации. То есть винтовая дислокация как бы продолжает из подложки прорастать в ростующих кристаллы. Так происходит образование кристалловой дислокации. Вторая теория, что в период кристаллизации выникает напряжение. Когда происходит ориентированное нарастание эпитаксия кристалла на подложку, то сопряжение двух решеток из-за их небольшого несоответствия вызывает укропные напряжения, как в самой подложке, так и в эпитаксиальном слое. Когда толщина эпитаксиального слоя достигает некоторой критической величины, то энергетически выгодным становится образование дислокации. Такие дислокации называют структурными или эпитаксиальными. И чем больше степеней соответствия двух решеток, тем больше плотность, структурных или эпитаксиальных дислокаций. Третья теория связана с сегрегацией примесей. Из-за сегрегации примесей при кристаллизации образуются смежные слои разного состава с различающимися негативными настоярами. Эта разница в параметрах мешетки вызывает упрогие напряжения. При определенной разнице в межатомных расстояниях становится энергетически выгодным их сопряжение с образованием структурных дислокаций. То есть согласно третьей теории, причиной реверсовидной дислокации является сегрегация примесей. Согласно четвертой теории, дислокации могут возникать в процессе кристаллизации в силу различных случайностей при росте кристаллов. Подобные случайности приводят к образованию мозаичной структуры, то есть кристалл состоит в субзоре, которые слегка взаимно разориентированы по отношению к другу. Одно из возможных причин образования субзориен это изгиб очень, так сказать, нежный или очень тоненький ветвей динрита, который образуется при кристаллизации. И когда такие ветви, так сказать, изгибы, вот эти второстепенные посеи динрита срастают, то на границей динрита образуется дислокация. Согласно пятой теории, дислокации могут возникать, первые четыре теории, они касались в основном возникновения или образования кристаллизации в процессе кристаллизации. Вот согласно пятой и шестой теории, дислокации могут возникать и уже полностью закристаллизовавшимся металле непосредственно в близости от фронта кристаллизации. Основным механизмом в этом случае является вакансионный, то есть равновесная концентрация вакансий резко уменьшается с понижением температуры от точки кристаллизации. При ускоренном охладении кристалл очень сильно пересыщается вакансиями, избыточные вакансии конденсируются в дискообразные образования. И когда такой диаметр такого вакансионного диска превышает некоторую критическую величину, то под действием силы межаторного притяжения его стороны сближаются, диск включивается. Такое явление называют захлопыванием вакансионного диска. И именно при захлопывании диска образуется дефект упаковки, который имеет дискообразный контур. Граница этого дефекта упаковки является дислокацией. В последние дни израсматривания в настоящее время, в теории на самом деле, конечно, больше, а мы рассматриваем его вакансионное. Значит, согласно шестой теории, дислокации зарождаются в твердом металле при концентрации напряжения в отдельных участках, около включений, трещин, хранит дворецков и т.д. На дислокации приводит к увеличению радиуса дуги, и линия дислокации становится нестабильнее. То есть при постоянно приложенном напряжении, превышающем критическое, дислокационная петля все время самопроизвольно расширяется. Сначала был темный синий, потом голубой, потом зеленый, потом желтый. Или как на вот этой схеме. Расширяющаяся петля остается закрепленной на концах А и В или как везде А и Ц. И поэтому закручивается вокруг точек А и В в виде двухсиметричных спиралей. При таком закручивании обязательно наступает момент, когда трещины, трещины спиралей, дислокации соприкасаются. То есть вот зеленые дислокации загрузят и друг к другу, и вот в этой точке мы замкнулись. Или как показываем здесь. Они взаимно уничтожаются, и в результате одна дислокация разделяется на две замкнутую петлю. Затем эта дислокация сокращается в одну минуту до исходного состояния под действием приложенного напряжения или неливого натяжения. После этого, если продолжает действовать напряжение не меньше, чем критически, новая дислокация уже рассмотренным путем дает новую дислокационную петлю и дислокацию и так далее. То есть в конце этой презентации мы посмотрим с вами небольшой фильм, который наглядно показывает здесь источник франкорида. Таким образом, источник франкорида может генерировать неограниченное число петель дислокаций в одной плоскости скольжения и создавать в этой плоскости значительную петлю. Этот источник действует в одной атомной плоскости. Однако, как вы понимаете, таких источников может быть неограниченное количество, и они могут действовать в разных петлях. Соответственно, в связи с этим и возникает неограниченное количество дислокаций, то есть при петлистической деформации, а в это время происходит, так сказать, в психотерапии в разных плоскости, у вас и генерируется неограниченное число дислокаций и их плоскости. Дислокация возрастает на порядке. Именно поэтому теория франкорида достаточно полно объясняет факт цепного образования дислокаций в ходе петлистической деформации. И надо отметить, что это очень хорошо согласуется с экспериментальными данными. Ну и в заключении я хотела бы вам показать небольшой фильм, согласно которому можно увидеть, как работает на этом мы с вами. Продолжение следует...